здравствуйте друзья я рада видеть вас у себя в гостях на канале у нас прогноз для знака зодиака близнецы на первую половину июля распад у нас будет по всем сферам жизни давайте посмотрим что у нас ожидает период с первого по 15 июля ставить или знака стерка близнецы также мы посмотрим сюрприз неожиданно стали норма и получили для вас советов по дорогу что у вас будет происходить начале июля ваш настрой ваши ожидания что у вас ждет в личных отношениях первая карта у кого есть отношения или брак 2 для тех кто в поиске любви работа карьера бизнес у кого есть занятость чтобы происходить у вас дамич и конечно это ваша масть слишком их много для тех кто в поиске работы ваши перспективы финансы и что у вас будет происходить в конце этого периода в конце этих 15 дней давайте еще раз получим совет или предупреждение на дне колода у вас девятка кубков у тебя кубков это когда человек наслаждается тем что происходит его жизнь может быть кто-то из близнецов сейчас реально на берегу моря отдыхает в отпуске как бы карта несет полное безграничное счастье да это у нас будет в конце этих 15 дней где у вас ложится пятерка мечей может быть это исполнение желания вообще в карта хорошего время препровождения может вас куда-то пригласят какой-то праздник юбилей день рождения свадьбу может быть может быть у вас какой-то праздник да и старшая консиста и у кого-то здесь исполнится ваше заветное желание но 15 дней у вас будут конфликтные давайте посмотрим еще сюрприз неожиданность близнецы первая половина июня хорошо в начале этих 15 дней у вас ложится четверка мечей вообще это карта не недвижение остановки но она может говорить что кто-то сейчас из близнецов например уехал в отпуск ну уехали может быть вот как у нас на дне колода была девятка кубков может быть кто-то реально сейчас где-то на море ну может быть у воды река может быть дача а кто-то может быть просто дома да иногда она еще говорит о больничном когда человек восстанавливается после болезни также карта говорит если вы сейчас зашли в тупик и не знаете как вам выбраться с какой-то сложной ситуации то вам нужно взять паузу отдохнуть восстановить силы в первую очередь и чек надумать что вам предпринять чтобы выйти из этой сложной ситуации но так как у вас здесь двойка мечи здесь девятка и в конце 15 дней пятерка мечей то есть четверка вы что-то продумали или какая-то пауза это может быть разрыв в отношении отношения могут быть дружеские любовные может быть бизнес партнерство может быть вы работаете но у вас что-то здесь зависло то есть как по четверке здесь нет движения может задержка каких-то ваших проектов кто-то вообще может сейчас находиться без работы и но для тех кто работает здесь девятка мечей здесь страх увольнения может быть вас отправили например без оплаты или на удаленку и вы сейчас переживаете восстановится ли нет ваше рабочее место в отношениях здесь может быть конфликт который приведет к разрыву но по четверке это еще не конец это пауза и вам нужно обдумать нужны вам эти отношения или дать время вашему партнеру партнерши также отдумать эту ситуацию но так как у вас ложится в конце пятерка мечей то есть вот это пауза приведет к разрыву отношений вот здесь полинорман может быть все таки это относится другу здесь могут проблемы у ваших друзей или у вас проблемы из-за друзей может быть здесь человек как-то некрасиво поступит из-за этого скорее всего вы в конце этих 15 дней разорвете полную полностью с ним отношения с ним или с ней здесь ваш друг или бизнес-партнер мог по крысам нести вам ущерб это может быть и материальный ущерб а также это могут быть интриги сплетни и козни за вашей спиной может быть вам вдруг что-то пообещал но скорее всего он вас обманул и карта говорит что ваши отношения с этим человеком идут на спад ну так же это может относиться и к любовным отношениям по крысам здесь могли быть измены ложь но также здесь мог быть и материальный ущерб тут еще карты говорят что из-за того что вдруг как-то повел себя некрасиво ну или ваш любимый человек у вас начинается депрессия почему так много мечей у вас может вот из-за того что человек некрасиво повел себя у вас могут быть вот эти 15 дней перепады настроения эмоциональное страдание нервозность но вам говорят слушайте свою интуицию вот тем более если это относится к любовным отношениям здесь двойка мечей здесь нужно слушать свой внутренний голос хорошо для тех кто в отношениях или в браке ложится двойка да здесь может быть выбор может быть выбор из двух партнеров или партнерши но в основном двойка мечей говорит что вы скорее всего уже партнеру или партнерши не доверяете и у вас появились сомнения оставаться вам в этих отношениях или заканчивать их но пока вот в начале 15 дней вы будете раздумывать об этом ну а так как у нас конце 15 дней легла пятерка мечей скорее всего вы эти отношения или брак разорвете может быть вы уличили человека во лжи в предательстве может какие-то слухи до вас дошли здесь карта говорит слушайте свой внутренний голос и тщательно все продумайте тут горячку поруть нельзя ведь слухи могли быть и ложные может быть вам какая-то подружка нашептала что увидела вашего возлюбленного или супруга с какой-то дамой но вот здесь вот может быть ложь человек нанесет ущерб вашим личным отношениям луна опять это интуиция поэтому доверяй ну проверяй давайте я вам совет одну карту достаю потому что вам совет ложится умеренность умеренность это не карта действий прежде чем вносить в свою жизнь какие-то изменения обдумайте вот две карты говорят не торопитесь вообще по умеренности ничего не нужно менять эти 15 дней тем более если касается отношений ну давайте вам совет посмотрим для тех кто в отношениях да еще одна мечевая карта и семерка но она опять может говорить что да человек вас обманывает или вас обманывают вводит вас и заблуждение наговаривают поэтому здесь будьте аккуратнее может быть ваша подружка который якобы видела может быть она положила взгляд на вашего возлюбленного или одна вашего супруга как говорят если есть одинокая подруга не впускайте ее дом подружка эта подушка поэтому вот здесь все проверяйте но если уж вы сами как говорится поймали человека за руку то тогда здесь делать вывод вам так хорошо для тех кто в поиске любви дамы поиск для у вас не вижу четверка пентакли это человек сидит своей зоне комфорта закрылся вот этим засовом а тут даже кошка хочет на улицу выйти но карта говорит хотите познакомиться влюбиться да но нужно выходить выходить из состояния тюрьмы так которую вы сами себе посадили нужно общаться да может быть была какая-то некрасивая история в ваших любовных отношений и сейчас может быть этой карта показывает что вы не доверяете противоположному полу и вам комфортно сейчас в одиночестве но девятка на дне говорят что вы можете познакомиться в эти 15 дней причем отношения будут очень стабильные на долгие перспективные может быть знакомство через интернет если вам так комфортно дома хотя бы через интернет общаетесь вы будете очень хорошо проводить время общаться вам даже не захочется с этим человеком оставаться новые отношения для этого вы сами должны предпринять какие-либо действия давайте вам совет посмотрим для тех кто в поиске вам нужно принять решение решиться на новые отношения посмотрите сколько у вас мечей да это ваша масть но все-таки кубков нет совсем одна только карта кубков очень колко вы будете настроены в эти 15 дней познакомиться у вас шанс будет вот решить на них или нет все будет зависеть от вас поэтому карта вы это общайтесь потому что вот эта карта уже говорит о депрессии хорошо для тех кто работает мне практически уже сказала здесь у вас какие-то страхи может быть страхи по поводу того что ваша фирма закроется или вас сократят или уволит до бояться потерять работу может быть на работе какой-то заговор против вас вы понимаете что что-то происходит но четко не видите может быть какой-то коллега вас пытается подсидеть еще вы знаете вот здесь может быть какое-то предложение поступит может быть вообще поменять работу или сферу деятельности или присоединиться к какому-то творческому проекту но вы боитесь потерять вот то место на котором вы находитесь конечно это может относиться и к вашему бизнесу может быть у вас вот человек вам что-то предлагает а у вас есть какие-то подозрения и недоверие так вам совет для тех кто работает здесь надо что-то новое начинаете то ли предложение вот на это предложение соглашаться тут восьмерка это начало нового проекта работы и а иногда она говорит что это вообще другая сфера деятельности почему вы здесь и будете очень сильно переживать стоит или не стоит на что-то соглашаться но вот девятка говорит что вы будете полностью довольны результатом вот того проекта у нас звезда это тоже новое начало какое-то перспективное дело бизнес или карьерный рост но вам нужно убрать страхи они вам мешают развиваться нужно соглашаться если вам что-то предлагают это хорошие перспективы да может быть по восьмерке новой сфер деятельности вам придется здесь еще получать знания как бы обучаться но по мере того как будет расти ваше мастерство будет расти и ваш финансовый достаток да может быть еще обдумайте потому что все таки совет у нас легла умеренность давно не говорит что нужно кардинально все менять нужно продумать но перспективы будут хорошие для тех кто в поиске работы здесь у вас ложится шестерка кубков здесь или вам нужно возродить какие-то проекты или были у вас какие-то задумки может быть не было для них ресурсов или финансов здесь карта говорит вы можете что-то реализовать может быть при помощи друзей по шестерке это люди из прошлого это могут быть одноклассники одногруппники люди с которыми вы работали это могут быть член вашей семьи тут продолжить может быть какие-то старые проекты или реализовать то что вы хотели это что-то для вас очень важное да может быть здесь еще карта говорит что кто-то посодействует для вас какой-то друг ну кто-то с кем вы до этого общались работали может быть сядьте на телефон обзвоните людей которых узнали раньше может кто-то посодействовать нахождение работы хотя бы поэтому к по этим картам какой-то из бывших ваших друзей или человек с которым вы общались приятель может вам дать ложное обещание но в любом случае один может быть вас обманет а кто-то может посодействовать нахождение работы тут еще от полуне карта говорят если вы хотели попробовать себя какой-то новой деятельности то обязательно начинайте луна она очень благосклонно относится к тем людям кто старается подняться вверх по лестнице успеха по карьерной лестнице может быть добиться чего-то в искусстве науки в бизнесе в творчестве и по луне у вас будет вдохновение хорошо финансы старший арканера фант здесь кто-то будет тратиться может быть на обучение еще это это наш род может быть вам нужно будет помочь кому-то из вашей семьи или от них пойдет помощь кто-то из близнецов задумается может поступить в институт или пройти какие-то курсы тренинги то есть эрофант это или у кого-то обучаться или уже самому начинает преподавать кто-то может быть из близнецов сейчас задумаете задумается о своем духовном росте может быть будете тратиться например какие-то духовные практики под управлением гуру или если вы вот старый проект давно хотели этим заняться может быть вы соберете какую-то группу или сами будете преподавать может быть здесь занятие йогой вот как на этой карте также это потратится на консультацию эрофант это специалист в каком-то вопросе может быть вам нужно будет посоветоваться но естественно на это пойдут деньги да и конец у вас недели вот у вас прям пятерка мечей ложится и девятка кубка то знаете если для тех кто работает вам нужно будет уйти вот с этой работы или перейти куда-то или что-то начать да может быть для этого вам придется с кем-то разорвать отношения я говорю здесь от друга пойдет какой-то ущерб может быть эта карта говорит о конфликте который будет у вас конце 15 дней до у кого-то здесь в отношении будет разрыв полный отношений но все-таки умеренность вам говорит не спешите или проверьте информацию который к вам поступит или все-таки все обдумайте но может быть человек оступился и осознал то есть как бы карта призывает вас подождать не спешить не спешить с решением не спешить с выбором это как в пословице тише едешь дальше будешь так хорошо давать еще получим для вас совет близнецы первая половина июля что нам даст скажет великанский арбуз для вас близнецы первая половина июля да еще один у нас туз мечей здесь эта карта называется а там и она у вас прямая как и здесь освежающий ветер нового понимания проходит ваш ум насквозь пора отсечь все что больше не служит вам на пользу будьте открыты для новых идей но не бойтесь высказать слух то во что вы верите еще у нас совет от иракула магические врата близнецы первая половина июля доверься интуиции моя жизнь находится под внутренним руководством до слушайте свой внутренний голос и не торопитесь с принятием важных судьбоносных решений вот так у нас с вами получился прогноз я благодарю вас за просмотр за лайки за комментарии всем хорошего